Всем привет из карантина. Я думаю, что никто не будет спорить, что наступают весьма тревожные времена. В момент, пока мы записываем это видео, в России насчитывается почти 75 тысяч зараженных. Количество заболевших от нового вируса растет по экспоненте по всему миру. То есть каждый день скорость распространения COVID-19 увеличивается. В этом и состоит главная опасность. При отсутствии вакцины в зону риска может попасть огромное число людей. А уже при заболевании приходится рассчитывать лишь на хорошую вероятность и надеяться на лучшее. Оптимизм! Да, жестко. Но, к сожалению, это наши реалии. Понятно, что все страны предпринимают экстренные меры по защите от вируса. Правительство насильно сгоняет людей в карантин, закрывает авиа и железнодорожные сообщения, школы и магазины. И правы те, кто говорит, что пандемия – это испытания для системы здравоохранения каждой страны. Причем не факт, что медицина многих государств готова к этому вызову. А готова ли наша российская? Об этом и поговорим. Правительство гордо рапортует, что предпринимаются все возможные меры для борьбы с вирусом. Но пока все, на что хватило наших властей – это отправить людей в нерабочий месяц. Оставим в стране жалкие попытки власти как-то поддержать собственных граждан. Они выглядят крайне нелепо. Зато запрос на реальную помощь населению в виде раздачи живых денег или освобождения от банковской кабалы встречает яростное сопротивление государственной пропаганды. Я это называю политическим мародерством. Объясню почему. Во-первых, желание популизма, извините, такого даже бомбического популизма, давайте всем все раздадим и потом посмотрим, как мы с этим справимся. Но мы же предложили всем раздать, там, не знаю, по любой сумме. У нас классический, классическая угроза необольшевизма. Обратите внимание, сейчас происходит опять возрождение необольшевизма. Я считаю, это ключевая проблема, потому что именно они призывают сейчас к революции. Ставь лайк, если ты за классический необольшевизм. Но если серьезно, бытует версия, что если взять простую математику, ну, то есть динамику роста зараженных и экстраполировать ее в будущее, то получится, что через 21 день после начала эпидемии система здравоохранения Москвы достигнет своих пределов. 47 тысяч коек. В столице их тупо будет не хватать, а самое главное, не будет хватать врачей. А может, эта проблема из гипотезы уже стала нашей реальностью? А вот в какую ситуацию попали врачи инфекционной больницы в Дербенте. 8 человек лежат в комнате для сушки белья с подозрением на заражение коронавирусом. А это городская клиническая больница номер 15. Тут и комментировать нечего. Главврач сам все расскажет. И почему-то мы интуитивно боимся вот таких апокалиптических сценариев. Может, это потому, что они уже реализуются? А почему так вышло? И кто виновен в таком развитии событий? Тут мне вспоминается один интересный факт. 2014 год. Мэрия Москвы проводит так называемую оптимизацию. Суть ее весьма прозаична. Власти подготовили целый план по закрытию медицинских учреждений столицы. И он реально походил на карту боевых действий. Точнее, карту уничтожения стратегических объектов противника. Сначала больницы сделали филиалами других учреждений. А затем закрыли их вовсе, отправив пациентов в другие стационары. Наш автор, Алексей Сахнин, взял интервью у доктора из Лиги защиты врачей Семена Гальперина. Вот что он говорит о реальном масштабе кадрового сокращения специалистов. Во время кампании оптимизации власти настаивали на том, что никаких массовых сокращений медиков происходить не будет. Но в реальности избежать их не удалось. По городу были сокращения врачей в 2014-2016 годах. Официально называлась цифра «в 10 тысяч человек». Но сколько на самом деле, мы не знаем, говорит Гальперин. Проблема не исчерпывалась с увольнениями. Многие медики уходили сами. Кто-то в фармакологические компании, кто-то в частные клиники, кто-то вынужденно менял профиль, а кто-то вообще уходил из профессии. Разрушали и сложившиеся профессиональные коллективы. Но это еще полбеды. Власти Москвы в качестве своих заслуг бравируют повышением зарплат медработников. Ну, типа, ладно, что мы позакрывали много больниц или уволили кучу врачей, но у оставшихся ведь выросли доходы. Если бы мы не оптимизировали количество административного персонала КОЭК в Москве, затрат, ненужных затрат, просто арифметически можно посчитать, у нас заработная плата наших врачей, которые мы любим, уважаем и стремимся обеспечить их финансовым материалом, заработная плата московских врачей была бы не 140 тысяч, а 170, вернее 70, в два раза меньше. Но и тут есть один нюанс, Сергей Семенович. Еще до того, как в Москве началась эпидемия, стали быстро расти показатели нагрузки на врачей. По нормативу на одного терапевта в городе должно быть не более 1700 человек. В реальности получается где-то 2500. Получается, что зарплата увеличилась, но и нагрузка возросла, говорит Анастасия Васильева. И никто почему-то не думает, что доктор вынужден работать по 2-3 ставки, чтобы получать хорошую зарплату. В итоге никакого резерва у системы здравоохранения нет. Медики и так работали на износ. Уже тогда кадровые резервы здравоохранения в Москве были на исходе. И страшно представить, что будет дальше, когда эпидемия коронавируса достигнет своего пика. Ну и в результате, проведенной почти военными методами оптимизации, в 2014 году количество больничных коек в Москве сократилось почти вдвое. С 81 тысячи в 2011 году до 47 тысяч в 2019. Причем мэрия так усердствовала, что столица стала практически рекордсменом по этому показателю. 62 койки на 10 тысяч человек. Хуже дела обстоят только в Чечне и Ингушетии. Так куда делся так нужно сейчас коечный фонд? Он испарился. Вы спросите, а зачем власти Москвы нужно было стрелять себе в ногу и по факту уничтожать здравоохранение столицы? Там все очень просто. Именно в 2014 году начался и окончательный и необратимый переход в так называемой страховой медицине. Когда власти включили оплату расходов медучреждений в страховые тарифы. Но сами страховые тарифы на оказание медицинских услуг повышены не были. Власти попросту боялись роста налоговой нагрузки на любимый бизнес. Заебись. Брать больше денег в страховой фонд сработодатели не стали. Тарифы за медицинские услуги остались по-прежнему низкими. А больницы и клиники стали испытывать серьезные финансовые трудности. И вот что делать в такой ситуации? Правильно. Власти начали попросту закрывать медицинские учреждения вместе с врачами. Которые вмиг стали нерентабельным активом. Они же теперь на самоокупаемости. Ну вот и не окупились. Капитализм. Счастье. Если Москва еще обладает какими-то ресурсами, да и в целом уровень жизни в столице несколько выше, то в регионах так называемая оптимизация сама принимала форму эпидемии, которая выкашивала больницы, койки и медперсонал с рабочими местами. Это тоже ведь это не дело. Это значит еще кому-то умереть, чтобы потом вообще на всех потать на суд, чтобы нам вернули. Ну это так нельзя же делать. У нас городской поселок. Как вот можно убрать эту скорую, я вообще не понимаю. Столько жителей у нас вообще. У нас даже смертность повысилась в поселке, когда убрали скорую. Мы остались без травматологии, остались без рентгеновского кабинета на сегодняшний день. Неукомплектованный штат сотрудников по обслуживанию медперсоналов. Ну и вот самая такая скорая помощь. Я прожила здесь всю жизнь. Знаете, я надеюсь, что все-таки скорая помощь будет у нас в поселке. Нет, не будет никакой скорой помощи в вашем поселке. У правящего класса совсем другие интересы. Вот официальные цифры по 2017 год. Результаты рыночной оптимизации и окончательного перехода на страховую медицину видны невооруженным глазом. Количество больниц в России сократилось почти в два раза. Идеологи неолиберальных реформ в качестве обоснования уничтожения больниц говорили, что их количество избыточно. Потому что при введении новой техники пациентов нужно лечить амбулаторно в поликлиниках. Насчет новой техники я лично не знаю. И не мне судить. Но если вы посещаете свои поликлиники, то, пожалуйста, напишите в комментариях, насколько они стали технически оснащены. Получают ли врачи достойную заработную плату. Проще ли записаться на прием, ну и так далее. Нам важно ваше мнение с мест. Заранее спасибо. В этих рассуждениях властей была бы логика, если бы количество поликлиник не сокращалось, а увеличивалось, заменяя больницы. Но все происходит в точности да наоборот. В 2000 году их было чуть более 21 тысячи. А вот уже в 2017 уже чуть более 20. То есть общее число медицинских учреждений в стране за 17 лет сократилось более чем на 20%. В основном за счет сокращения больниц. И не мудрено, что и общее количество коек в стране сократилось с почти 1,7 млн штук в 2000 году до около 1,2 млн штук. Сокращение 500 тысяч штук. Или 30%. Примерно столько потеряла Россия коечного фонда за 17 лет оптимизации и страховой медицины. 30%. Вдумайтесь в эту цифру. Это приговор. Ну ладно, черт с ними, с клиниками. Медицинские учреждения без кадров это как крыша здания без несущих конструкций. Может обвалиться или просто съехать, как у наших оптимизаторов и пропагандистов. Ну 100% это сдирижировано. Это не может быть так. Вот это все требует определенной подпитки. Так раздувать панику, так грамотно нажимать. Я не знаю, зачем и кому это нужно, сегодняшняя вот эта истерия, потому что на самом деле этот коронавирус он не очень контагиозный, то есть не очень заразный. Ну куда меньше заразен, как допустим та же корь. Реформа начнется? О, реформа это не то, что вы сейчас вызываете не так. Реформа должна начаться с полностью замены медицины. С кем советоваться? С врачами? Они будут довезли. Видите, какая медицина, такое медицинское сообщество. Они каждый будет говорить, ой, нас не трогайте, мы самые лучшие, вы и так нам денег мало платите, Америка нам не указ, еще какие тут стандарты. Вот и все здесь советуют. Реформа не началась. То, что началось, это просто попытка подмести в доме. А стены никто не рушит. А их надо рушить. А их надо рушить. Но вот реально, реально с кадрами у нас дела обстоят тоже не очень. По данным Федеральной службы государственной статистики, с 2011 года по 2018 общая численность врачей сократилась примерно на 30 тысяч человек. А численность среднего медперсонала за тот же срок сократилась почти на 40 тысяч человек. Эпидемия кризиса закономерно рождает потребность не только в росте общего количества врачей, но и в росте врачей конкретной специализации. Вот, например, количество втезиаторов. То есть врачей, лечащих туберкулез с 2000 по 2018 год сократилось почти на 2000 специалистов. Кстати, в кровавом совке, в котором, как известно, презиралась человеческая жизнь, этих врачей в 80-м году насчитывалось более 12 тысяч. А вот динамика количества медперсонала санитарно-противоэпидемической группой, что сейчас особенно актуально. Если в 2000 году их было почти 28 тысяч специалистов, то к 2018-му их осталось чуть более 13. А вот, например, в СССР в 80-м году этих так нужных сейчас специалистов насчитывалось более 31 тысячи человек. Идеологи реформ часто обосновывали погром российского здравоохранения, заботая о врачах. Ну, типа, сейчас мы закроем нерентабельные больницы с койками, выкинем на мороз различных дармоедов, а те, кто останется, ну, будут получать достойную зарплату. Шутка. В своем докладе Центр экономических и политических реформ ссылается на результаты проверки оптимизации здравоохранения счетной палаты, по итогам которой эксперты пришли к такому выводу. За час работы врач с учетом всех переработок получает 140 рублей, а медработники среднего и младшего звена 82 и 72 рубля соответственно. Оплата труда врача в час сравнима, например, с часовой ставкой рядового сотрудника сети фастфуда «Макдональдс» около 138 рублей. Администраторы кафе данной сети получают уже порядка 160 рублей в час, то есть больше квалифицированного врача с высшим образованием, замечают в Цепре. По результатам опроса Фонда здоровья, проведенного среди 7,5 тысяч врачей из 84 регионов России в феврале 2017 года, около половины медиков зарабатывают на одну ставку менее 20 тысяч рублей в месяц. Ну, возможно, эти эксперты ошибаются, и врачи после оптимизации действительно стали получать хорошую зарплату. Вот и давайте их послушаем. Да, вот я смотрела по Ленобласти, Девяткина, это Ленобласть же, правильно? Это Ленобласть. По Ленобласти средняя зарплата на данный момент 44 797 рублей. То есть, по факту, это 88 за вычетом налогов? Да, ваша зарплата должна быть в два раза больше. Все верно. Ваша зарплата была больше 88 тысяч? Нет, не была. Моя зарплата была где-то... Она всегда разнилась, когда 32, когда 38, может быть 42 тысячи. То есть меньше вообще, чем средняя зарплата. Это меньше, чем средняя зарплата по Денинградской области. На момент, когда вы работали, средняя зарплата составляла ну, около 60 тысяч. Вы, санитарки, являются младшим медперсоналом. Младший и старший, и средний, должны получать среднюю зарплату... По региону. Да, по городу. Ваша зарплата составляла около 60 тысяч? Наша зарплата составляла 19 тысяч оклад, и 5 тысяч нам доплачивали, ну, нам какую-то эффективную надбавку. Это старше 24 тысячи грязными. Отнимите подоходный налог, вот это у нас оставалось на руках. Как замечает в Цепре, за 2000-е и 2015-е годы увеличилась заболеваемость населения. Осложнения при беременности и родах увеличились на 39,1%. Выявленные новообразования на 35,7%. Заболевания системы кровообращения на 82,5%. Доступность медицинской помощи в регионах эксперты проверили лично. Авторы доклада попробовали записаться к терапевту в небольшом российском городе, например, в Рыбинске Ярославской области. Если бы они были настоящими пациентами, приема врача им бы пришлось ждать 21 день. Наверное, у вас тоже возникает вопрос. Если реформа здравоохранения не только не достигла поставленных целей, не сделала медицину доступной, не превратила врачей в средний класс, подняв им зарплату и социальный статус, и не понизила общий уровень заболеваний, то почему никто не только не понес ответственности, но даже не признал ошибочности самой стратегии и идеологии реформы, то есть ее дальнейшую коммерциализацию в формате страховой медицины. Очевидно же практически всем, что наше здравоохранение стало объективно хуже. Стоит ли удивляться, что после всех реформ в рейтинге здравоохранения агентства Bloomberg, основанно на данных Всемирной организации здравоохранения, Россия занимает позорное 95-е место. Рядом нас окружают такие развитые страны, как Кабо-Верде и Вануату. Ну что, испытывайте гордость за страну? Горжусь своей Россией, горжусь своим президентом Путина. Да. Абсолютно, абсолютно, абсолютно рай. Вы меня рассмешили. Дай вам Бог здоровья. И тут я могу сделать только один вывод. Страховая медицина, основанная на рыночных принципах, доказала свою полную несостоятельность. И то, что у нас еще не произошла гуманитарная катастрофа во время эпидемии, это заслуга еще не добитых реформаторами остатков советской системы здравоохранения. С ее койками, скорой помощью, самоотверженными врачами, деревенскими клиниками и массовой вакцинацией. Но почему же при всей очевидности этого простого факта наше государство с глупым упорством навязывает нам абсолютно антисоциальные реформы? И кто вообще является идеологом этих инициатив? Каковы могут быть альтернативы? И при чем тут Куба? Обо всем этом мы поговорим в нашем следующем видео. А пока ставьте лайк, подписывайтесь на канал и... Ну вот и все. Пока. Не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok